Какая разница между тем, чтобы видеть Божье Царство, и тем, чтобы войти в Его Совершенный Закон? На четвертом занятии «Увидеть или войти» мы будем изучать наши способности побеждать любые препятствия. Аминь! Иисус, большое спасибо Тебе! Господь, мы абсолютно любим Тебя! Мы так сильно любим Тебя! Итак, добро пожаловать на четвертое занятие курса «Неотступный». Тема этого занятия «Увидеть или войти». Вы можете присесть, и мы приступаем к теме. Догадайтесь, какое местописание я открою на этом занятии. Римлянам 5.17. Знаете, чего я на самом деле ожидаю? Что это местописание проникнет в вас так же глубоко, как Иоанна 3.16. Так что вы будете цитировать его даже во сне. Итак, мы можем прочитать это вместе. «То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Актуально ли это местописание после пройденных трех занятий? Аминь! Вопрос, который мы можем задать. Почему не все христиане живут таким образом? Почему не все христиане управляют своей жизнью? На самом деле, почему большинством людей управляет сама жизнь? Первый ответ на этот вопрос мы обсудили на первых двух занятиях. Хорошо. Это потому, что мы на самом деле не знали, какова благодать Божья за одно и спасение, бесплатный незаслуженный дар. Но вторая причина станет основой мысли этого курса. С этого момента мы будем размышлять об этом. Хочу привести в пример вам несколько слов, которые Иисус сказал человеку по имени Никодим. Это невероятно потрясающие слова, когда они открываются тебе. Иисус сказал в Иоанна 3.3 «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть». Пусть все скажут «увидеть» Царство Божьего. Но потом в пятом стихе Он говорит «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти». Пусть все скажут «войти» в Царствие Божье. Он... Позвольте мне разделить слова «увидеть» и «войти» и поговорим о них. Но прежде чем я начну, сначала поговорим о Царстве Божьем. Однажды, когда я читал Евангелие, внезапно я осознал. Я предполагаю, что это осознание пришло к вам раньше, чем ко мне. Но это коснулось меня именно тогда. О, Иисус говорит о Царстве Божьем очень много. Замечали ли вы это когда-либо? На самом деле, Он говорит это более ста раз в Евангелии. Вы со мной? Итак, что Он имеет в виду, когда говорит о Царстве Божьем? Потому что так много людей видят Царствие Божье как территорию. Они видят это как небеса. Но в реальности, когда Иисус говорит о Царстве Божьем, Он говорит о правлении Бога. Когда вы посмотрите на греческие слова, которые чаще всего используются для обозначения Царствия Божьего в Новом Завете, это Василея, Тоу, Теос. И значение этого есть Теос. Конечно, это Бог. Басилея означает величие, власть или царствие. Если соединить все слова, наилучшее определение, которое я нашел, это Божье Верховное Всемогущее Владычество. Итак, когда вы слышите Царствие Божье, вы должны понимать эти слова как Божье Верховное Всемогущее Владычество. Итак, когда Иисус сказал, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Он говорит, Отец наш Небесный, да придет Твое Верховное Всемогущее Владычество и на земле, как на небе. Сейчас проблема в том, что когда многие люди слышат это, они думают футуристически. Они думают, когда Иисус вернется обратно, восстановит Новый Иерусалим на земле в Тысячелетнем Царстве, согласно книге Откровений. Это очень-очень печально, потому что они видят Царствие Божье как что-то будущее, когда оно уже здесь. Оно в нас. Иисус говорит в Луки 17, стих 20 и 21. Слушайте слова Иисуса, а не учителя Библии. Не придет Царствие Божье приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божье внутри вас есть. Итак, мы должны распространить Его влияние, Его Царство, там, где мы есть и куда бы мы ни пошли. И как мы это сделаем? По благодати Божьей. Аминь. Итак, позвольте мне заострить внимание на этом Царстве Божьем. Я пожелал бы вам, чтобы вы перечитали ваши Евангелия и каждый раз смотрели на Царствие Божье, вставляя Божье Верховное Всемогущее Владычество. Позвольте мне привести некоторые местописания. Если я посмотрю в Матфея 12, 28, Иисус сказал, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, Божье Верховное Всемогущее Владычество, Царствие Божье, достигло до вас». В Библии оно читается «то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». И сейчас вы вставляете «Божье Верховное Всемогущее Владычество достигло вас». Итак, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, Божье Верховное Всемогущее Владычество достигло вас». Почему он это говорит? Потому что Дух Святой есть Тот, Кто проявляет и исполняет благодать Божью. Имя Ему в послании к евреям – Дух Благодати. Он есть Тот, Который обеспечивает влияние благодати. Если ты посмотришь на другое местописание, Иисус сказал, «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Мы продолжим читать вот так. «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Божье Верховное Всемогущее Владычество». Ты видишь, что имеет более лучшее и понятное значение. Как насчет богатого человека? Богатый человек – это тот человек, который говорит, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Вот какой есть по-настоящему богатый человек. Вот кому он относит это. Эта самодостаточность может проявляться через его или ее интеллект, их финансы, их физическую силу, их ум, их связи, их источники, их список бесконечен. По этой причине Иисус заявляет в Луки 6, стих 20. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». Мы должны читать вот так. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Божье Верховное Всемогущее Владычество». Не прекрасно ли это? Итак, кто бедный? Мы всегда думаем, что бедные – это те, у которых нет денег. Иисус сказал, «Дух Божий на мне, ибо он помазал меня проповедовать Евангелие нищим». Еще я покажу тебе города, куда он нарочно пошел к богатым. Он пошел в одно поселение и нарочно пошел к самому богатому человеку. Финансово я имею в виду. Его зовут Закхей. Он пришел в другое место и нашел Матфея, который был очень богат. Это был мафиозий. У него было очень много денег. Итак, очевидно, когда Библия говорит о бедных и богатых, мы должны видеть так, как Бог это видит. Бедные – это те, которые полностью полагаются на Бога. Они на свой разум, интеллект или их силу. Они зависят от Божьей благодати. Понимаете вы это? Давайте откроем другое место Писания. Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что некоторые, стоящие здесь, не умрут, пока не увидят Божьего Верховного Всемогущего Владычества, Царство Божье, пришедшее в силе». Сейчас это доказывает нам то, что Царствие Божье не есть что нереальное, футуристическое, потому что мы знаем, что эти люди умерли давно, когда Божье Верховное Всемогущее Правительство пришло, в день Пятидесятницы. Вот сейчас значение Царства Божьего намного сильнее и соответствует действительности, и мы должны подставлять то же самое значение ко всем ссылкам в Новом Завете. Будем помнить очень важный аспект Божьего Верховного Всемогущего Правления, который он делегировал. Адам потерял его, Иисус возвратил. Потом Иисус сказал, «Вся власть дана мне на небе и на земле». Однако Иисуса Христа уже больше нет на земле. Помните, землю он дал сынам и дочерям человеческим. Сейчас тело Христа осуществляет Божье Верховное Всемогущее Владычество на земле. Если мы не будем использовать владычество, тогда мы попадаем под влияние этого мира. Следовательно, жизнь управляет нами, а не мы жизнью через Иисуса Христа. Вы со мной? Я сказал, «Вы со мной». Вчера я общался по телефону с пастором и лидером прославления с Йофлин, Миссури. Это церковь прямо посередине города Йофлин, штат Миссури. Ф-5 — торнадо, которое обрушилось 22 мая, которое убило число жертв сейчас 147. Это самый смертоносный торнадо в истории Соединенных Штатов. Торнадо направлялось прямо на их церковь. Тогда у них проходила репетиция прославления. Все они собрались в углу церкви. Это торнадо. Они посмотрели в окно. Пастор посмотрел в окно и видел, как оно двигалось прямо на них, направлялось прямо на церковь. Внезапно лидер прославления повернулась к пастору и сказала, «Вы читали «Экстраординарный» Джона Бевира?» Они проходили тогда курсы «Экстраординарный». Она спросила, «Вы ведь правда читали его, пастор?» Он ответил, «Да». Тогда она сказала, «Не помните ли вы, как они обратились к огню, и огонь рассеялся?» Он ответил, «Да». Она сказала, «Давайте и мы обратимся к нему». Итак, они пошли и провозгласили. И вы знаете, послушайте, торнадо F5 так не поступает, но он изменил свой путь и полностью обошел церковь. В эту ночь должны были пройти еще много торнадо. Помните это? Они огласили это на CNN. Она вышла на улицу своего дома и провозгласила. И вы знаете, эти шторма исчезли по ее молитве. Они никогда не приблизились. Почему? Она часть тела Христа. Я так рад, что могу проповедовать вам это. Вернемся к развлечению, о чем Иисус говорил. Видеть и слышать, и войти в Царствие. Хорошо? Давайте я прочитаю вам еще раз. Иоанна 3.3 «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3.5 «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Итак, если мы не будем обладать знаниями, которые мы получаем, глядя на греческий, мы можем быть озадаченными в этом заявлении. Почему? Потому что если мы видим Царствие Божие как физическое место, но будучи рожденными свыше, этого не будет достаточно, чтобы попасть туда. Все, что мы можем сделать, смотреть на него. Но вы знаете, это полностью ошибочно. Каждый человек, который рожден свыше, войдет в небеса. Но когда вы понимаете это Божье, верховное, всемогущее правление, тогда вы поймете, о чем он говорит. Сейчас посмотрите на слово «видеть». Греческое слово «видеть» есть «эйдо», значение которого есть «видеть», «воспринимать», «сознавать» или «быть знакомым с кем-то». Слово «войти», когда он говорит «ты должен быть рожден от воды и духа, чтобы войти в Царствие», обозначает «восходить и войти». Итак, мы понимаем, что есть те люди, которые просто знают, что есть Царствие Божие, но там Божье, Верховное, Всемогущее Владычество. И есть те, которые восходят и которые войдут в Божье, Верховное, Всемогущее Владычество. Они вместе спасены, оборождены свыше, являются детьми Божьими. Но один просто знает, а другой восходит и входит в него. Вы видите это? Чтобы пояснить вам это, расскажу вам о полете. В моей жизни я очень много летал. За последние 12 лет у меня свыше 4 миллионов миль только с одной авиакомпанией. Итак, я очень много летал на самолетах. Будучи пассажиром, который пролетел больше 5 миллионов миль, я достаточно хорошо ознакомлен с правилами полета. Итак, это делает меня независимым от гравитации, дает мне возможность подняться в воздух и переместить меня в другое место намного быстрее, чем я могу это сделать пешком или на машине. Я знаком с преимуществами полета, но однажды пастор купил мне урок для пилота самолета. И он очень удивил меня этим. Он привел меня в аэропорт к инструктору, инструктор преподал мне некоторые уроки, показал мне самолет, и спустя несколько минут я сижу в левом кресле, запускаю мотор и тяну на себя руль. И я лечу на одномоторном аэроплане. И что было так удивительно для меня, это то, что я осознал, я могу лететь, куда я хочу. Я сам творил свой путь. Я перешел от знания того, что я мог бы летать, к умению самому летать. Вы согласны? Вы со мной? Я понял, что сам могу летать. Понимаете? Позвольте мне показать, насколько это важно. Скажем, с вами группа людей, которая выброшена на острове, и на этом острове животные-людоеды. Там много-много ядовитых змей, пауков и не только это. На острове целое племя ганнибалов, которые нравятся отрезать головы людям и съедать их. Итак, наша группа в большой проблеме, не так ли? Но есть хорошая новость. Но на острове есть взлетная полоса, и на ней полностью заправленный самолет. Но есть одна проблема. Люди из этой группы, никто никогда не летал до этого. Никто из них никогда не был пилотом. Они понимают преимущество полета, опыт преимущества полета, но они не могут завести самолет. Они даже не знают, как его завести. Они не могут полететь в безопасное место. Вот это и есть разница между тем, чтобы видеть и войти в царство. Есть христиане, которые видели и знают важность силы Божьего, Верховного, Всемогущего Владычества. Но есть и те, которые встают и входят в него. Возникает вопрос. Как верующие могут перейти от того, что они видят, к тому, как войти в Божье Верховное Всемогущее Владычество? Не думаете ли вы, что это хороший вопрос, который можно спросить? Позвольте мне сказать. Апостол Павел и Варнава путешествуют... Апостольское путешествие. Они пошли из Антиохии в Восточную Европу. На самом деле, они пошли в Азию. И начали церкви во всех этих городах. Это было достаточно длинное путешествие. Когда они возвратились в свою домашнюю церковь в Антиохии, они решили опять пойти по тому же пути, по которому они ходили. Итак, они опять пошли и посетили все церкви, которые они насадили. Не так ли? Три последних города, которые они посетили, были Листра, Иконе и Антиохия. Хорошо? Сейчас вы должны понять, путешествовать в те времена было не так просто, как сегодня. Сегодня я могу сесть на самолет и быть в любой точке планеты за 24 часа. Это довольно удивительно, правда? В те времена путешествовать было намного сложнее. И Павел, вернувшись домой, осознал, вот хорошая возможность больше никогда не видеть этих людей. Не окажешься ли ты таким странным, приведя столько людей в царстве, и сейчас думаешь их больше никогда не увидеть? Не оставил ли бы ты им очень важное послание? Да. Вот какие слова он им сказал. Деяния 14, 21 и 22. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретая довольную учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Божье Верховное Всемогущее Владычество. Вы заметили, что Павел не оставил эти города с семинарами о процветании? Он не оставил их с конференцией об умножении церкви, не оставил их с лекциями о лидерстве, он даже не оставил им проповеди надежды. Все это важно и имеет свое место, пожалуйста, поймите это. Самое важное для него было оставить их с наставлением сохранить веру до конца. Слова, которые уполномочат их управлять. Вы со мной? Надлежит это Слово Божье сегодня для нас, что многими скорбями надлежит нам войти в Божье Верховное Полновластное Царствование. Сейчас не кричите мне «Окей!». Вы и так сейчас проходите через испытания, так что не закрывайте свои уши от меня. Иисус сказал «В мире будете иметь скорбь». Давайте согласимся, бывают скорби. Хорошо? Не убегайте от меня сейчас, потому что то, что я хочу сказать, это послание надежды и победы, а не уныния и поражения. Хорошо? Хорошо. Скажите «Аминь». Позвольте мне объяснить вам слово «скорби», которое Павел использует в Деянии 14. Английский перевод обозначает это как «трудности» или «большие неприятности». Хорошо? В греческом «тлипсис». В энциклопедии библейских слов говорится «состояние большого эмоционального и духовного стресса, которое происходит от внешнего или же внутреннего напряжения». Оно произносится 55 раз в Новом Завете и 53 раза образно. Давление может прийти от врагов, неблагоприятных обстоятельств, неправильных решений, или же все идет наперекос. Вот так нам объясняет энциклопедия библейского словаря. Перевод строганно объясняет это слово как «давление», «буквально» или «образно», «бедствие», «беда», «тяжесть», «преследование», «скорб», «проблема». Перевод Вайнс переводит слово «тлипсис» как «все, что тревожит душу и дух». Мой простенький перевод «пустыня». Смотрите, версия Ти и Ви переводит «деяние 14» таким образом. «Мы должны пройти через многие проблемы, чтобы войти в Царствие Божье», или «Позье Верховное Полновластное Царствование». Хорошо, позвольте проиллюстрировать это. Вы служите великому, великому царю, да? И этот великий царь, которому ты служишь, только что завоевал нацию, потому что этой нацией правил очень плохой, злой военный командир. И этот великий царь, которому ты служишь, победил военного правителя, вошел в столицу и завоевал города. Да? Но еще должно быть что-то сделано, даже если он завоевал эту страну. Да, он завоевал ее, но там все еще остались крепости и замки, которые были построены этим злым правителем. Понимаете? И что делает царь? Он посылает своих слуг и говорит им, «Идите в эту большую страну и завоевывайте эти крепости и замки». Итак, ты назначен идти. И когда ты идешь, ты проходишь сквозь вражеские ловушки, отбиваешь атаки, завоевываешь крепости, твердыни и покоряешь их одну за одной, потому что враг потерял свое оружие, а у тебя оно есть. Итак, ты победил их, но тебе нужно сражаться, не так ли? И чем больше ты воюешь, тем сильнее ты становишься. Ты подошел к одной вражеской крепости и сейчас должен свергнуть правящего там, который служил этому злому правителю. Хорошая новость, что у тебя большой опыт от этих всех препятствий, которые были на твоем пути к замку, и ты сейчас намного лучше в бою. Для тебя очень важно взять этот замок, потому что если ты возьмешь этот замок, то, как ты будешь править в нем для своего царя. Вы видите это? Сейчас с этой аллегорией в нашем разуме давайте посмотрим еще одну удивительную историю из Писания. Римлянам, глава 8, стихи с 16 по 18. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники». Наследники. Скажите, наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Вау! Прежде всего, мы легальные наследники Божьи и сонаследники со Христом. Позвольте объяснить вам значение слова «наследник». Тот, кто овладевает или наследует. Акцент здесь «наследник имеет право овладеть». Английский словарь обозначает это как «человек наследует и продолжает наследство предшественников». Наследник обозначается еще как «человек имеет законное право унаследовать». Бог сделал нас наследниками всего, чего Он достиг в нас. Мы владеем всем, чем Он владеет, и управляем всем, чем Он управляет. Послушайте опять слова апостола Павла Коринфянам. 1 Коринфянам, глава 3, стих 21, перевод T-A-V. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все принадлежит вам». Это Библия говорит. Я не написал это, хорошо? Это Библия. 1 Коринфянам 3, 21, перевод C-A-V. Говорит, «Все ваше, включая мир, жизнь, смерть, настоящее и будущее, все принадлежит вам. Ты наследник». Я сказал, ты наследник. Однако есть условия. Говорится, «Но». «Но» — это условия. Что за условия? Мы должны страдать с Ним. Чтобы войти в совместное правление, мы должны столкнуться, противостоять, победить любое противостояние, которое может быть на пути, что принадлежит Ему, так как Он сделал. Противостоять сопротивлению — это не прогулка по парку. Это вам не цветочки собирать, это война. Страдание — это часть войны. Но в нашем случае это не пораженное страдание. Я сказал, это не пораженное страдание. Вдохновляющие слова Павла, определяющие испытания, как позитивные и полные надежды. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но посленаученные через Него доставляют мирный плод праведности. Вы слышите это? Страдания несравнимы со славой, которая должна открыться. Правда. Вы видите это? Сейчас послушайте эту истину. Неважно, какое телепсис, скорбь ты проходишь. Трудности есть, и ничто не сравнится с уровнем управления, которое ты унаследуешь потом. Хорошо, давайте возвратимся к аллегории. Страдания здесь описываемые, как трудности, проблемы, когда ты побеждал крепости и твердыни. Тем не менее, с каждой триумфальной битвой великая слава, сила и мудрость преобладает в нас. Павел указывает здесь на славу, которая будет дарована нам в суде на небесах. Также он говорит о привилегии, которую мы имеем сейчас. Когда мы проходим через телепсис, мы переходим на более высокий уровень правления. Вы сейчас понимаете, через что я проходил, когда писал эту книгу. Это было откровение, учитывая слова «страдать с ним». Вопрос, который мы должны задать себе, как Иисус страдал. Итак, есть два вида страдания. Первое — жизненные страдания. Практически, позвольте мне объяснить, хорошо? Мы страдаем, потому что вся мировая система под влиянием дьявола. 1 Иоанна, глава 5, стих 19. Результат этих страданий ужасный. Злые вещи происходят с людьми каждый день. Злые вещи происходят с добрыми людьми каждый день. Это печально и трагично, но это результат грехопадения Адама, передав власть очень злому господину. Второе страдание — это страдание за праведность. Это то страдание, на котором мы пытаемся сосредоточиться. Страдание за праведность, если правильно понять, выгодно. Позвольте мне еще раз сказать это. Страдание за праведность, если правильно понять, выгодно. Результат этого всегда славный. Он укрепляет нас в нашем призвании управлять, так же, как мы видим это в Иисусе. Если мы посмотрим на Иисуса, вот давайте подумаем об этом. Он готовился на протяжении 30 лет, правда? Он приходит к знаменитому пророку по имени Иоанн. Иоанн — он муж Божий на это время. Он крестит народ. Иисус приходит к Иоанну, и Иоанн крестит Иисуса, да? Когда Иисус крестился, отверзли с небеса. Дух Святой сошел на него в виде голубя. Небесный Отец сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вау! Вау! Вы знаете, что бы многие люди сделали? Они бы сказали, «Отличное время построить мое служение! Я должен сказать свою первую проповедь!» Все же таки я 30 лет готовился! И вы знаете, что еще я сделаю? Найму маркетинговые рекламные команды, и я сделаю это! И все потому, что все сейчас знают, что я муж Божий, и Бог благоволит ко мне! Да? Вот так, наверное, вы подумали, что вам надо именно так сделать. Но что происходит в реальности? Мы читаем сразу в следующем стихе. Иисус был наполнен Духом Святым, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню, будучи искушаемый дьяволом 40 дней. Многие люди думают, что он был искушаемый три раза по истечению 40 дней. Нет, он был искушаемый все 40 дней. Библия выделяет только последние три в конце 40 дней. Вы со мной? Хорошо. Кто вел его в пустыню? Дух Святой. Послушайте внимательно. Бог никогда не поведет нас в шторм, в котором он не даст нам силы преодолеть его. Мне нужно сказать это еще раз? Это так хорошо сказано. Бог никогда не поведет нас в шторм, в котором он не даст нам силу преодолеть его. В следующем уроке мы больше сосредоточимся на этом. А сейчас просто примите это. Примите это. Бог не является автором проблем. Телепсис, скорби. Он не автор этого. Он знает, что мы живем в мире, противоречащем его путям. И мы идем в этот мир, чтобы завоевывать. И мы обязательно столкнемся с сопротивлением злых сил. Потому он будет обучать нас на разных рингах, и он знает, что мы справимся с тем, чтобы укрепить нас для больших побед. Мне надо повторить. Поэтому он будет обучать нас на разных рингах, и он знает, что мы справимся с тем, чтобы укрепить нас для еще больших побед. Иисус пошел в пустыню, наполненный Духом Святым. Он столкнулся с Телепсис, 40 дней и 40 ночей. Но когда он победил, мы читаем в послании от Луки 4,14, и возвратился Иисус в силе, в силе, в силе Духа. Он пошел наполненным, он противостоял 40 дней, он возвратился в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Если бы он нанял маркетинговую команду, он бы это сделал собственными усилиями, своей плоти, и это бы все развалилось. Но он сказал, «Бог, я готов. Позволь мне, позволь мне сражаться. Веди меня, куда ты хочешь». И он сражался и возвратился в силе. Он возвратился с огромной властью, огромной силой. Вы видите это? Сейчас послушайте, что Павел говорит опять. Павел сказал, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после. Наученным через него достанется мирный плод праведности». Иисус унаследовал высший уровень правления в связи с тем, что он прошел через телепсис успешно. Иаков говорит так, «Блажен человек, который претерпел, переносит, неустанно пребывает в истине. Искушение? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Да, возможно, вы сейчас можете сказать, что венец жизни достанется мне в день неонный. Да, это правда. Но еще верно, что Иаков говорит о венце жизни как авторитет, который мы получаем еще здесь при жизни. Мы входим в высший уровень управления и власти. Что идет вместе с венцом? Что идет вместе с властью? Сила. Иисус пошел, наполненный духом, возвратился в силе. Иисус пошел, наполненный духом, и встретился с испытаниями и победил по благодати Божьей. Успешно все 40 дней. И возвратился в силе. Вы со мной? Не прекрасно ли это? Когда мы страдаем, телепсис и не сдаемся через неустанное послушание Слову Божьему, когда врата ада рушатся, есть вознаграждение и большой авторитет на арене жизни, в которой мы воюем. Позвольте мне привести вам еще один пример, и я горжусь тем, чтобы рассказать вам об этом. Моя свекровь сидит здесь на первом ряду. 31 год назад моей свекрови был вынесен смертельный приговор ее врачом. Он сказал, тебе практически осталось жить от 6 месяцев до 2 лет. Она ответила, я лечу в больницу Андерсон. И так она полетела, она жила в Индиане, ее доктор тоже жил в Индиане. Она полетела в больницу Андерсон. Она встретилась с главным этого отделения, одним из самых лучших докторов в больнице Андерсон. И он сказал, если вы сделаете все, что мы вам скажем, излучение и химиотерапию, в лучшем случае, вы будете жить 2 или даже 3 года. И так моя свекровь перезвонила в службу молитвы, и мужчина, который молился за нее, знал одну пару, которая жила здесь в Хьюстоне. Он перезвонил, он перезвонил этой паре Хьюстон и сказал, я хочу, чтобы вы помогли этой женщине. Вы будете, вы будете служить ей. Эта пара брала ее на ужин, они брали ее на игры с мечом. Я имею в виду, они начали дисциплинировать ее, буквально вливать Слово Божье в свекровь. Моя свекровь буквально начала наполнять себя Словом Божьим. Она посмотрела на доктора и сказала, я не буду делать химиотерапию. Я вас уважаю, вы были очень снисходительны ко мне. Он проводил ее до лифта, пытаясь убедить не уезжать. Она уехала. А сейчас послушайте, не только ее грудь, но и 33% ее лимфатических узлов были поражены. А она отказалась от химиотерапии. Моя свекровь сидит здесь на первом ряду сегодня. Она работает на... Подождите, подождите. Она работает для нашего служения. И позвольте мне сказать вам кое-что. Я женат, с Лизой уже 29 лет в этом году. Я не видел еще никого, за кого можно было так легко молиться, как эта женщина, когда дело доходит до физической немощи. Имею в виду буквально, однажды, когда мы только поженились, она тогда приехала в гости к нам. У нее был грипп настолько сильный, что когда я пришел, она ползла по ступенькам вверх. Я спросил, что произошло? Она ответила, у меня такой сильный грипп, что мне нужно быстрее в кровать. Я сказал, вы хотите, чтобы я помолился за вас? Она ответила, конечно. Я помолился. Сила Божья сошла на нее так сильно. Она подпрыгнула с пола, крича, я полностью исцелена, и приготовила мне и жене поужинать. Я вспомнил, когда Иисус исцелил свекровь Петра, и она поднялась и приготовила им поужинать. Я говорю, как это прекрасно. Я смотрю на других людей, я смотрю на других людей, как Орл Робертс, какой великий муж Божий. Он один из моих героев веры. У меня была привилегия лично проводить время с Орлом, и вы не поверите, каждый раз, когда я находился в его присутствии, я чувствовал себя, словно в присутствии Иисуса. Он относился ко мне как к гостю. Когда я думаю о нем, он когда-то умирал от туберкулеза, но он поднялся со своего смертельного адра полностью исцеленным. И посмотрите сейчас на миллионы людей, на которых он повлиял, потому что он царствовал в жизни. Он исцелился от туберкулеза и начал царствовать в жизни. И вы знаете что? Позвольте мне еще раз сказать вам об одном человеке, который исцелился. Это мой хороший друг Джимми. Джимми пастор, и он повлиял на многие-многие жизни. Джимми должен был умереть. Но он попал на служение Орелу Робертса. Он был молодым мальчиком, и он не умер, он выжил. И теперь он пастор церкви и влияет на жизни других людей. Вот что произошло, когда Орел вошел в правление в этой области. Несравнимо больше слава должна открыться в нас. Мы всегда даем эту славу на небеса. Нет, это была слава, в которой ходил Орел Робертс в этой жизни. Потому что миллионы людей спаслись, потому что он побеждал телепсис в этой сфере. Моя свекровь Ширли послужила стольким людям, мама моей жены, потому что она победила в этой сфере. Она женщина веры. Если у вас есть молитвенные нужды, подходите к ней и позвольте мне сказать вам кое-что. Вы получите баррель полной молитвы, и вы будете исцелены. Они будут сильными, потому что она женщина веры. Будьте внимательны. Бог сказал, вы должны много еще сделать в этой жизни. У меня есть сферы, в которых вы должны стать сильными. И мы поговорим об этом на следующем уроке. На этом уроке Джон рассказывает нам библеевскую истину об источнике осуждения, болезни и недостатка и открывает нам сердце Божье, когда мы сталкиваемся с этими трудностями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok